Здравствуйте, уважаемые читатели! С чем обычно ассоциируется весна? Это надежды, молодость и, конечно же, любви. Недаром в Казахстане День Люблённых празднуется в Ракар весны 15 апреля. Этот праздник вдохновлён красивой, теплой легендой о любви козыкарпеша Баян-Супа. К этому дню мы подготовили для вас подпорку книг. Эти книги вы можете посмотреть, почитать онлайн на сайте краеведения Восточного Казахстана в разделе электронной библиотеки. Начать хотелось бы с отборника Шакира Абинова. В этот сборник произведений включена поэма «Козыкарпеша Баян-Суму». Эта поэма наиболее ярко отражает талант Шакира Абинова. В своё время именно она принесла широкую известность писателям. Легенда гласит, в давние времена два друга, Карабай и Карабай, решили, что когда им дети родятся и вырастут, они поженились. Время прошло, молодые однажды встретились, полюбили друг друга. Но Карабай не держал слов. Он решил выдать Баян за Кудара, который когда-то спас его сход от жута. Первым в этом вечном треугольнике погибает Козыкарпеш. Баян, чтобы отомстить за любимого, прибегает к хитрости. Она говорит, что согласна стать женой Кадара, если он выроет кого-то из Кадар, решает за Козу Баян, приступает к работе. И когда он уже был на достаточной глубине, Баян резко обрезала Козу. Я там села за любимого. Недалеко от села Таргалубы есть музей, вавзолей Козыкарпеша Баян-Суму. Он является одним из древнейших памятников Казахстана и сохранился до наших дней почти без изменений. Для тех, кому интересна научная сторона вопроса, предлагаем посмотреть корни к статей в ареоле культуры. Составителей Фатима Беджанова и Арман Шауханов. Здесь имеется также статья, посвященная легенде Козыкарпеша Баян-Суму. Еще одну книгу, которую мы хотели бы вам предложить, это легенды и сказания восточного Казахстана. Издание яркое, красочное, украшенное детскими рисунками. Оно рассчитано на детей, но будет также интересно и полезно и взросло. Читайте, пожалуйста, все вместе, всей семьей. Как я уже сказала, эти книги вы можете найти на сайте и почитать онлайн в разделе «Электронная библиотека». Но помимо Баян-Козыкарпеша и Баян-Суму, в этом форуме легенды и сказания восточного Казахстана, вы узнаете также историю Инвик Кебек. Легенд огласит, один отважный парень, Кебек, когда-то захотел узнать свое будущее. Мы предсказали, что он погибнет из-за девушки. И вот однажды Кебек отправляются на охоту, он заблудился, запрел в полу, в которой жила красавица Инвик. Они полюбили друг друга. Инвик поведал им, что ее выдают замуж за мая, которого она боится. Молодые решили убежать. И вот оскорбленные родственники роду девушки Инвик решают приговорить молодых к смерти. Их нашли и исполнили решение, что терпеют. Недалеко от трассы семьи караулов есть памятник, посвященный Тиньком Влюбленному. В книге «Звездная степь ЖДПАЯ» Борис Щербаков очень поэтично описывает свои впечатления от тех мест, где разворачивались события от этого памятника. Он так пишет. «Звездная степь ЖДПАЯ» Борис Щербаков и Гранитная пирамидка. Здесь две главы посвящены этой истории, истории Инвик-Кибеков. Можете посмотреть также фотографии из тех мест, грот, в котором прятала Симлик и ее ребенок. Еще одна причина, по которой мы включили в эту подборку книгу. Можете почитать здесь о первой встрече Айгерима, любимой жены, и Абая, Шукиман Айгерима. Здесь также есть высказывание Абая, как он воспринимает любовь. Любовь – сложные чувства и отношения, в которых соединяются и радость, и горе, душевная боль и печаль. Еще одну захватывающую историю поведает нам книга про Паван Амур, Шукарин Кудайбердиева. Шукарин Кудайбердиев долгие годы считался врагом народа, и многие его проведения были под запретом. И мы могли бы не прочитать эту поэму, если бы не исследователь казахского профилора и литературы Гандерали Будайбердиев. Он услышал эту историю в 1970 году году с Акалом. Толюхана Абитолы и Ажеглика Шукарин Кудайбердиев, они жили в то время в селе Верхней Талиты Уланского района. Всех слов он записал эту поэму и затем долгие годы трудился над переводом на русский язык. И благодаря ему мы сейчас можем прочитать эту поэму. Легенда гласит, в одном луле жили отважный Калкаман и девушка Мамур. Дед с вами росли вместе и воспринимали как родственники. Однажды Калкаман решил осторожно открыть свои чувства Мамур. Девушка была волнована, попросила время подумать, но вернулась к нему опечаленно и сказала, что она уже давно посматривала за Бая одного. Тогда Калкаман предлагал ей победу. Они убежали, их побед привел к распряму природа. Мамур решила вернуться, чтобы как-то владеть, помирить родных. Но ее встретил раздневанный отец и убил стрелой из лука. Для Калкамана же старейшины придумали испытание. Он должен был раскакать на коне перед стрелком из лука. Если стрела не заденет его, то так-то будет. Калкамана стрела задела, но он остался жив. Остался жив и решил уйти из лука так, как его любимой там уже не было. И он отправился в странский дом. И, конечно же, мы не могли обойти внимание еще одну историю. Казахипед. Хотя она не относится к историям нашего края, но надо видеть, что написана она со слов сказителя, который проживал в зависании. И издана затем уже в 1870 году в Казахском издательстве. Что отличает эту историю? Помимо того, что перейдут в литературный памятник, надо вводить, что здесь любовь разматривается в двух граних. Когда молодые Туллиген и Туллиген встретились, это была любовь к подросткам. Они друг друга загибали, соревновались с остроумниками. Но, конечно, они друг друга любили. Затем Туллиген погибает от рук коварного Дакижана. А перед тем он просил своего нашего брата, Санцезбая, что если вдруг что-то случится, чтобы он взял жену Казахипед и позаботился о ней. И Казахипед согласилась стать женой Санцезбая не только потому, что она любила Туллигена, и это было дань его памяти. И не только потому, что Санцезбай помог им освободиться от калмыков. Она действительно испытывала к нему чувство более спокойное, прочное, выдержанное. И это тоже была любовь. На этом все. Уважаемые читатели от души, поздравляем вас с этим праздником. Берегите себя. Заходите на наши электронные ресурсы. Библиотека всегда с вами. Всего хорошего. Продолжение следует. Продолжение следует. Спасибо.